Всем привет! Сегодня поговорим о причинах отслойки гель-лака. Раньше, когда я только ознакомилась с гель-лаком, то у меня покрытие держалось максимум неделю, а затем начинались сколы в основном на указательном и среднем пальце правой руки. Тогда я, конечно же, искала информацию, в чем может быть дело, и после всех советов не мыла руки до процедуры и после 2 часа. Да и вообще делала много всего ненужного, и проблема не уходила. Сейчас я могу спокойно пойти помыть руки до процедуры и сразу после, и мое покрытие будет держаться до коррекции. Например, сейчас моему маникюру 2 недели. Отмечу, что я мою посуду каждый день без перчаток и делаю разную домашнюю работу, вообще не беспокоясь о ногтях. Сначала я кратко покажу, как я выполняю процедуру, чтобы вы имели представление, а потом уже расскажу, почему может отходить гель-лак. Итак, я снимаю старое покрытие аппаратом до базы. Шлифую поверхность, подпиливая длину. Очищаю птериги и приподнимаю кутикулу. Далее уже удаляю кутикулу и занимаюсь обработкой боковых валиков и кожи вокруг. На полное видео я оставлю ссылку в описании. Дальше отодвигаю кутикулу, обезжиривая поверхность. Наношу базу и сушу. Вторым слоем выравниваю поверхность этой же базы. Дальше, как обычно, наношу необходимое количество слоев цвета, топ и снимаю липкость. Одно из важных правил это подготовка ногтевой пластины. Нужно удалить или отодвинуть кутикулу и хорошо очистить птериги. Птериги это тонкий слой кутикулы, который прирастает к ногтевой пластине. Можно сделать это аппаратом или ремовером или любым удобным для вас способом. Главное это сделать качественно. Вторым этапом нужно аккуратно бафом снять глянец с ногтей. Если вы только сняли покрытие, то не нужно пилить весь ноготь. Но в отросшей зоне это нужно сделать обязательно. И третий пункт это обезжиривание и дегидрация ногтевой пластины. Это может быть средство 2 в 1 или же 2 отдельных. У меня, например, вот такой обезжириватель, даже 3 в 1. Далее уже покрываем праймером и затем базой. Лично я не пользуюсь праймером, так как держится все и без него. Если не выполнить эти пункты, которые я указала, то вероятнее всего у вас пойдет отслойка от кутикулы. Если у вас гель-лак сходит цельной пленочкой, то скорее всего у вас жидкая база. Итак, следующее, что нужно для стойкого маникюра, это хорошая база и топ. Мне нравится база Коди, Рео, Профи Каучуковый, Лавли и Эдо. Все эти топы связывают одно, они густые, каучуковые. Я всегда делаю выравнивание ногтевой пластины базой, чтобы, во-первых, укрепить ногти, а уже, во-вторых, выровнять поверхность. Что касается топа, то я пока не нашла свой идеальный топ по всем параметрам. Но для меня в топе главное, чтобы он хорошо блистел после снятия липкости, не давал желтый оттенок и не пузырился. По моему опыту на стойкость в основном все же влияет база. Цвет может быть любой фирмы. Но иметь хорошую базу и топ недостаточно, чтобы получить идеальную стойкость. Более распространенная проблема, как мне кажется, это сколы на торцах. Подготовка ногтей и уравнивание базы обычно решают эту проблему, но если нет, то проблема может быть в некачественном запечатывании торца базом, цветом и топом. Торец можно запечатывать по-разному, кому как удобно. Можно делать это, видя кистью, немного опуская ее вниз на торце. Можно накрасить ноготок, затем убрать излишки с кисти и пройтись полусухой кистью по торцу. Но на начальном этапе, чтобы точно убедиться и вычеркнуть этот пункт, можно сделать так. Наносим гель-лака, затем берем тонкую кисть и небольшим количеством гель-лака прокрашиваем не только торец, но и в боках, где это возможно. Я отвечу на вопросы с прошлого видео. Тема актуальна, особенно если под базой начинает слоиться ноготь и за счет этого скалывается. Как избежать слоения ногтя под базой, если перед покрытием ничего не было? Что касается проблемы слоения ногтей под гель-лаком, то я сама лично сталкивалась с такой проблемой. Моей причиной было то, что я растворяла гель-лак агрессивными средствами. Ногти от этого пересыхали, становились сломкими и в прямом смысле иногда крошились под покрытием. Все изменилось, когда я перешла на снятие гель-лака аппаратом. Я считаю этот способ намного безопаснее, если снимать покрытие до базы. Единственный небольшой совет, который я могу дать, это стараться счищать покрытие при размачивании таким образом, чтобы база частично оставалась на ногте и уже сверху наносить новое покрытие. Еще одна причина от слоек может быть маломощная или старая лампа. Если материал плохо просыхает, то это тоже дает отслойки. Вот в принципе все основные причины от слоек, которые могут быть по моему опыту. Если у вас другое мнение по поводу этой проблемы или вы сталкивались с другими причинами и знаете их решение, то напишите об этом в комментариях. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была Настя. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok